Привет всем, кто смотрит канал стартандроид. Продолжаем курс по разработке андроид-приложений на языке Kotlin для начинающих программистов. На прошлом уроке мы добавили кнопки на главном экране нашего приложения, но пока эти кнопки ничего не делают. В этом уроке сделаем так, чтобы кнопки реагировали, когда пользователь нажимает их. Перед добавлением поведения кнопкам необходимо включить автоматический импорт, чтобы Android Studio автоматически импортировало все классы, необходимые для кода Kotlin. Для этого в Android Studio откройте редактор настроек. Перейдите к меню File, Other Settings, Default Settings. Выберите Auto Imports. В разделе Java убедитесь, что пункт Add Unambiguous Imports on the fly отмечен флажком. Закройте редактор настроек. Теперь перейдем к нашей задаче. Для начала сделаем отображение сообщения по нажатию кнопки. На этом шаге мы добавим функцию отображения тоста короткого сообщения на экране. Функция будет выполняться при нажатии кнопки с надписью Toast. Откройте класс MainActivity. Для этого раскройте ветвь App Java имя пакета, чтобы найти класс MainActivity. Этот класс описывает поведение главного экрана вашего приложения. Пока что класс содержит только одну функцию OnCreate. Функция OnCreate выполняется, когда Activity стартует. Посмотрите внимательно на функцию OnCreate. Обратите внимание на вызов функции SetContentView. Эта строка устанавливает файл ресурсов ActivityMain с расширением XML в качестве разметки Activity главного экрана. Добавим новую функцию ToastMe в класс MainActivity. Функция ToastMe принимает один аргумент View. Это представление, получающее событие нажатия кнопки. Функция создает и отображает всплывающее уведомление. Вот ее код. В языке Kotlin, если явно не используется никакого модификатора доступа, то по умолчанию принимается public. Далее идет слово fun, обозначающее функцию и ее имя. В скобках передаваемой функции аргумент, его имя и тип разделены двоеточием. Далее объявляется переменная valMyToast. Словом val обозначаются переменные только для чтения, значение которых обычно задается только один раз. Обычно изменяемые переменные обозначаются в языке Kotlin словом var. Далее переменной myToast присваивается результат вызова методом makeText Java класса Toast. Метод makeText принимает контекст сообщения и длительность отображения тоста, и возвращает Toast в переменную myToast. Текстовое сообщение затем отображается методом show. Функция Toast.me является примером использования Java кода в Kotlin классе. Теперь откройте файл макета ActivityMain.xml и добавьте свойства AndroidOnClick кнопки Toast. Значением свойства установите имя функции Toast.me. Запустите приложение и нажмите кнопку Toast. Вы должны увидеть на экране короткое сообщение с текстом helloToast. Таким образом для того, чтобы сделать элемент экрана интерактивным, нам нужно два условия. Реализовать функцию, определяющую поведение экранного элемента при нажатии на него. Эта функция должна быть public, не возвращать никаких значений и принимать view в качестве аргумента. И второе, установить имя функции в качестве значения свойства OnClick в экранном компоненте. Переходим к следующему этапу реализации счетчика по нажатию кнопки Count. Функция, отображающая Toast очень проста, она не взаимодействует с другими элементами экрана. На следующем шаге мы будем по нажатию кнопки находить и обновлять другие view элементы экрана. Напишем функцию для кнопки Count, которая по нажатию будет увеличивать значение текстового поля на единицу. В файле макета экрана определим параметр id для TextView. В классе ActivityMain добавим функцию CountMe. Эта функция будет вызываться при нажатии кнопки Count, поэтому она должна быть public, не иметь возвращаемых значений и получать view в качестве аргумента. Получаем значение текстового поля TextView. Далее конвертируем полученное значение в число и увеличиваем его на единицу. Отображаем новое значение в TextView. Функция готова, теперь нужно вызвать ее при нажатии кнопки Count. Для этого нужно установить имя функции в качестве значения свойства OnClick кнопки в файле макета. Запустите приложение на устройстве. При нажатии кнопки Count значение текстового поля увеличивается на единицу. На этом наш урок подошел к концу. На следующем уроке мы добавим в приложение второй экран, который будет отображать информацию на основании данных с первого экрана. Исходный код можно найти в текстовой версии урока на сайте Fandroid Info. Ссылка в описании видео. Также в описании видео есть ссылка на подробный справочник по языку Кодлин на русском языке. Советуем с ним ознакомиться. До встречи на следующем уроке. Всем добра!